Я еду из эвакуации, у меня как-то день не сложился, туда нас организовано везли. А куда же вывозили? В Ростовскую область. А, в Россию, да? А назад как хочешь. Хоть пешком иди, да? Хоть пешком иди. Так пешком попросила эту заведующую этого детского сада, в котором мы жили. Я говорю, ну вы что-то местные, вы знаете, куда позвонить, кому. А связь какая у них дорогая, боже мой. Я в шоке. Вот эти 10 тысяч, которые выдали, они все ушли на связь. Вот я за 3, не полных 3 недели заплатила 4 раза по 500, 260, это получается 260, и одну ссылку нам подарили, ну не знаю, с каким она там набором, в общем, два раза я позвонила, и все. Это где-то 2,5 тысячи, это даже не месяц. Ну, скоро и у нас такая будет, значит. Ну, и у нас, да. И те, кто через интернет, так, где как-то, это, еще куда-нибудь, ну, все равно это не месяц. Ну, побывай, грубо говоря, да. А у нас 50 рублей, хоть он и плохо работает, это целый месяц, а это за 3 недели, ну, в общем, как-то, ну, и не понравилось. Они нам внимания вначале уделяли много, и прокуратура приезжала, и эти, юстиция приезжала. Даже центр занятости приехал, мы вот такие, которые уже 20 лет на пенсии, приехали предлагать нам работу. Концерты каждый день, администрация приехала на 8 марта, развлекали, да? Нет, с тюльпанами поздравляла, и каждому такие роскошные эти тюльпаны, а мы думаем, мелки-палки, но мы же домой скорее, а не тюльпанами, да. И я же все равно не повезу с собой, я их там и оставил. Ну, понятно, что что. Ну, единственное только, что бесплатно сюда везли. А назад же за свой счет? А назад за свой счет. Так, самое интересное, я же заведующий, я говорила, что интересно, ну, по рекомендуке, куда обратиться? Она говорит, ну, хорошо, я позвоню, узнаю. То было 1800, ну, там, на следующий день 1900, потом 2300. Я говорю, ну, мне только, пожалуйста, так, чтобы на той стороне было избавиться.